всем привет с вами вновь анастасия мы продолжаем серию видео уроков для подготовки к итоговому сочинению и прежде чем я начну разбирать сочинение я представляю вам своих коллег это павел и у него на канале вы можете найти видео уроки по химии и яна вареньева которая представляет свой авторский курс подготовки к егэ по обществознанию ссылки на эти каналы будут в описании к этому видео и так сегодня я хочу представить вам еще одно сочинение свое авторское по направлению честь и бесчестие давайте вспомним еще раз как должно строиться наше сочинение рассуждение сочинение должно быть основано на трех китах это тезис доказательства и вывод в тезисе мы формулируем какой-то постулат который естественно соответствует нашей теме потому что помним что первый критерий по которому оценивают наше сочинение это соответствие теме и так мы выражаем свое мнение пишем какой-то постулат можно начинать с вопросов можно начинать с собственных рассуждений но обязательно собственные рассуждения и собственное мнение присутствовать должно далее во втором абзаце его можно разбить на несколько абзацев мы должны привести примеры из мировой классической художественной литературы примеров можно приводить от 1 минимум это 1 лучше конечно же 2 я очень люблю когда у нас пример и анти пример но такое не обязательно делать точно так же как я рекомендую можно естественно свои примеры и вывод здесь мы формулируем как бы ответ на вопрос который заявлен у нас в нашем введении и так сочинение которое вам сегодня хочу представить по направлению честь и бесчестие сформулировано так если главная цель в жизни не количество прожитых лет а честь и достоинство то какая разница когда умирать высказывание оруэлла и так нам дана цитата и дана тема начинаем рассуждать то есть внимательно мы должны прочитать тему которая нам рекомендована и понять что этим хотел сказать автор или что этим хотел сказать тот человек который составил для нас эту тему почему она сформулирована именно таким образом и так вступление честь достоинство сила духа без этих нравственных категорий невозможно себе представить жизнь мыслящего человека эти понятия должны стать основополагающими качествами личности в любой ситуации в какой бы ни оказался человек важно проявить стойкость мужество и честь то есть остаться верным своим убеждением даже ценой собственной жизни и только тогда жизнь прожитая с достоинством может гордо считаться не напрасной а человек вызывать уважение и так мы заявили у нас получилось здесь 62 слова примерно около 50 слов здесь должно быть можно больше но меньше вот уже это будет конечно же хуже здесь мы рассуждали на то что такое честь вообще в принципе честь и достоинство в жизни человека и так второй абзац мы приводим доказательства как красиво перейти на страницах художественных произведений проблема чести и достоинства поднимается нередко вот вот это вот предложение которое будет переходом от нашего постулата то есть тезиса к примерам из литературы так например в романе солженицына в круге первом герои оказываются перед выбором основное действие романа происходит в тюрьме где отбывают наказание политические заключенные талантливые ученые их вынуждают работать на систему они расшифровывают запись телефонного разговора с целью выяснить личность звонившего когда начальство им предлагает изобрести фотоаппарат на ультракрасных лучах в обмен на свободу герои отказываются в кабинете надзирателя где происходит решающий разговор прямо и открыто они говорят решительное нет разумеется они прекрасно осознают что отказ повлечет за собою расстрел однако лучше принять смерть сохранить в честное имя чистую совесть и достоинство чем создать устройство которое повлечет не одну сломленную судьбу именно честь предпочитают герои все как один вспомним разговор герасимовича с женой во время свидания разрешенного с целью надавить на ученого жена умоляют его согласиться во имя их детей своей собственной жизни и свободы но и это не приводит к успеху совершить подобную сделку совестью ученый не соглашается хотя осознает что за этим последует мучительная смерть в лагерях вот это кстати говоря произведение в круге первом она хотя по объему вывод я знаю всегда спрашиваете а большое ли это по объему почему-то вас очень сильно пугает объем но количество затраченное вот количество времени затраченное на прочтение данного романа это не бесполезно против потерянное время это время в которое вы в свою копилочку в ум вкладываете что-то полезное роман замечательный к сожалению произведение сложеницына в рамках школьной программы изучаются только два вот насколько я знаю матрионин двор и там по желанию по выбору учителя один день из жизни ивана денисовича однако замечательнейший многоплановый роман в круге первом который состоит из двух томов я бы рекомендовала потому что это просто восхитительный роман во-первых своей правдивостью это замечательное произведение которое вы прочитаете вот просто на одном дыхании узнаете и историю своей родной страны вот в то страшное время в которое жил автор узнаете очень много полезного так я прямо вот зачитаю где идет разговор герасимовича с начальником тюрьмы герасимович небольшой рукой подпер лоб и молчал конечно это не была атомная бомба это была по мировой жизни крохотность незамечаемая но о чем думать это прямо по вашей специальности сказал ему начальник ах можно было смолчать можно было темнить как заведено у зэков можно было принять задание а потом тянуть резину не делать но герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого веслощекого тупорылого выродка в генеральской папахи какие на беду не ушли по среднерусскому большаку нет это не по моей специальности звенящий пискнул он сажать людей в тюрьму не по моей специальности я не ловец человеков довольно что нас посадили роман замечательный он читается очень легко здесь нет никаких сложных вот как у льва николаевича толстого в войне и мире я знаю вас многих отпугивает то что там идут по-французски но здесь это настолько правдивый реалистичный роман он просто вот это замечательное произведение одно из моих любимых и автор мной глубоко уважаемый и так второе второе у нас пример обратимся к роману марка алданова ключ после революции 1917 года бывший следователь николай яценко оказался арестован ему не предъявляют обвинения и он понимает что это месть накануне расстрела николай петрович перестал беспокоиться он переосмыслил свою жизнь понял что готов принять смерть он не бился в истерике не умолял о пощаде не требовал свидания с сыном а принял смерть в лицо внутренне совершенно спокойно ни один мускул не дрогнул на его лице именно мужество достоинство и честь помогли ему сохранить самообладание готов ли я давно готов такая мысль стала итогом его размышлений точно так же как в рамках школьной программы не изучается творчество марка алданова совершенно но я рекомендую вам к прочтению во-первых небольшая повесть алданова святая елена маленький остров о последних днях наполеона очень интересно тоже многопланово там и честь и бесчестие и разум и чувство небольшое произведение я его оставляла у себя в контакте а также в своей группе кстати ссылка на мою страничку в контакте потому что не могут найти пожалуйста находите пишите мне здесь и разум и чувство и честь и бесчестие и победа и поражение потому что там историческая личность там наполеон там его последние дни все он поражен и вот он переосмысливает свою жизнь очень интересно ну и конечно же большой роман это ключ бегство пещеры вернее три романа трилогия связанных одними и теми же персонажами и одно и то же там идет одно и то же повествование тоже замечательно и так ближе к теме про николая яценко на допрос его позвали в первом часу а нет вот часто думал яценко и о том что он обязан соблюсти до конца достоинства обязан и перед собой и перед памятью наташи и перед витей это витя его сын хоть витя верно никогда о том не узнает он чувствовал ответственность и перед всей своей прошлой деятельностью перед русским государством перед тем ведомством в котором прошла вся его жизнь несмотря на свои новые мысли николай петрович свою службу вспоминал с гордостью вот здесь мы видим пример чести пример чести и достоинства которое перед лицом смерти люди не уронили именно вот эти произведения я считаю очень красноречиво подходят нам к данной теме в доказательство данного постулата и так теперь мы можем формулировать вывод таким образом мы привели аргументы когда для человека оказывается совершенно неважно количество прожитых лет а достойно и с честью уйти из жизни не потерять силы духа и остаться верным своим убеждением вот в чем заключается истинный смысл жизни жизни в согласии со своей честью и совестью оно конечно получилось большим но тем не менее здесь главное не объем главное от трехсот пятидесяти слов от максимум у вас не ограничивает никто самое главное чтобы вы сумели раскрыть тему чтобы вы именно не отошли от данной темы еще раз очень много вопросов ко мне приходит нужно ли готовиться по всем пяти направлениям я рекомендую да потому что темы они непредсказуемые неизвестно какая сложная тема выйдет в допустим вот казалось бы на первый взгляд таком простом довольно направлении разум и чувство но вдруг именно в вашем регионе эта тема будет слишком заковыристой слишком сложной вы не найдете что привести в доказательство и еще я вас призываю ребята еще раз не ищите легких путей не нужно мне писать помогите мне пожалуйста написать за меня нет и за вас я писать не буду я могу лишь вас немножечко натолкнуть направить в нужном направлении чтобы ваша мысль пошла дать какую-то точку опоры для вашей мысли но писать за вас я не буду моя цель научить чтобы именно вы умели рассуждать умели приводить хорошие аргументы чтобы именно вы писали сами сами данное сочинение его у меня нет пока в печатном виде но может быть кто-то из ребят как было в прошлые разы наберет его и пришлет мне я отредактирую и выложу для всех с вами была анастасия увидимся анастасия